Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Давыдов Сергей. В этом видео хочу показать очень классную идею, как доработать систему СВП широким клином. Не важно, какого производителя, потому что смысл у всех будет один и тот же. Для начала делаем вот такие вот заготовки. Когда буду сверлить, сверлю, кстати, ступенчатым сверлом, вот эта планочка будет смещать сверло, поэтому стараюсь держать его просто по центру. Способ колхозный, можно сделать на фрезере, я просто хочу сделать это на скорую руку. То есть, сначала заготавливаю все такие заготовки, дальше при помощи канцелярского ножа прорезаю вот эту вот часть. Теперь можно вот эти краешки подровнять. Хотя, кстати, это необязательно уж, так сказать, чтобы сделать все красиво, как в магазине. Так, теперь, в общем-то, я покажу, для чего мы это делаем. Я думаю, что многие уже догадались. Благодаря тому, что мы вот так вот доработали эти клинии, теперь можно ставить одну штуку на перекрестье. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. В общем-то, собрал такой небольшой стенд. Как вы видите, все перекрестие видно. То есть, когда я сжимаю основу, если я вижу, что какой-то уголок переехал, то я просто его поправляю. То есть, потенциал данной системы, особенно на крупной плитке, будет просто огромным. По поводу клиньев. Они, в принципе, за счет того, что мы удаляем вот это ребро жесткости, теряют свою силу. Но я думаю, что раз 10-20 их можно будет смело использовать. В общем-то, скоро будет какой-нибудь у меня интересный объект. Мы с вами это обязательно протестируем. На изготовление клиньев в количестве 50 штук у меня ушло ровно 1 час. Также хочу сказать, что идея с этими клиньями не моя. Увидел я картинку в интернете, поискал в магазинах, хотел заказать, но, к сожалению, нигде так и не смог это сделать. Потому что либо магазин не отвечал, либо их просто не было в продаже. Поэтому я решил изготовить самостоятельно. Клинии мне показались очень классными. И вообще идея очень классная. Я до сих пор не понимаю, почему ни один производитель их не сделал. И поэтому я решил сделать ее сам. Так сказать, чтобы потестировать, с вами поделиться. Я думаю, что кому-нибудь это пригодится. В общем-то, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok